Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви кошелек. Подробная информация в описании. Йоу, всем салют. Сейчас вы пока собираетесь, потом побазарим. Так, а я тем временем... Кстати говоря, спасибо огромное всем, кто принял участие в конкурсе. Потому что работы были, как минимум, заслуживающие внимания. А как максимум, пиздатые работы, что я могу сказать. Мне реально понравилось то, что вы сделали для конкурса. Ну, то, что многие из вас сделали для конкурса. Сейчас я запросил... В общем, я бы хотел его продлить. А, то есть, вот так вот. Эй, вот он, как всегда, работает над битвом. Тебе там что-то говорят. Ну, я им тоже что-то говорю. Они хотят тебя в трамсу. Что-то, что, ДГ-2 в ближайшие... Будет ли ДГ-2 в ближайшие три месяца. Не знаю. Не знаю. Опа. Сейчас мы добавим этого нигера. Блядь. Ты что, здорово? Да, 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 да. Мы ожидаем тебя в трансе, ДГ. Ожидания такие. Е-е-е. Пишем новое дерьмо. Е-е-е, братишка, ну шо ты? Ну шо ты? Ну шо ты, ДГ? Ну шо ты, ДГ? Ну шо, дэ? Шо ты, ДГ? Рассказывай, как твои дела? Ребята пищат с твоего скита, слышь? Бля, ну, ДГ, я от души сделал. Ты знаешь? Правда, там чуть-чуть звуковулиц не хватало. Да, мне тоже так показалось, но Саня говорит, хотелось сконцентрировать внимание на твоем голосе, понимаешь? О-о-о. Ну я думаю, что просто потом можно будет экранизировать этот твой скит, будет охуенно. Ну ты, whatever, дэ, ты же знаешь, в любой момент. А я тоже вот на студию залетел, альбом дописывал. Понял? Е-е-е. Бать! Короче, я думаю, что тричулю надо сделать нам. Да. Гэнгст и шит в стиле Бутэнг, что-нибудь такое, понял? Давно люди рэпа не слышали. Я выкупаю. Дядь, ты знаешь, я в 20-х числах буду в Москве, так что я заеду по любому гостю. Ты сейчас в Киеве? Да. Я сейчас, кстати, на студии, ты здесь был, у Ти-Джея. Да, да, покажи, как там все вокруг. Я уже соскучился по этому месту. Е-е, да, я помню, я за этим столом, прям за этим столом сидел, спал. Понял, спонсор Морщинская все дела, короче. Ну, че, как у тебя альбом продвигается? Блин, братан, я сейчас на восторге, понял? Ты уже доделал? Не-не, мы сколько, нам три трека, нам три трека осталось, понял? Это что ты включил? Это бит? Ну. А включи какие-нибудь биты, которые у тебя есть. Мы, че, бля, брат, че, сиди, музицируем, я болею, у меня, типа, температура 39. Ну, может, что минус 20 было в Москве, да, пиздец? Да, да, но я, хуй его знает, как я заболел, у нас тут, типа, какой-то грипп ебаный, да, да, да. Выкупаем, выкупаем. Я всю ночь, блядь, лежал, потел, нахуй, как сука, до сих пор весь мокрый, я не понимаю, че это за пиздец. А у нас, короче, прикинь, дядя, у нас было тепло, у нас было тепло, все уже в бомберах ходили, сейчас, короче, минус 9, да ло, снова снега по колено, но сейчас уже все тает. Пиздец, я так хочу, чтобы... Дядя, ну, мне, вот еще, мне альбом очень зашел, особо... Дядя, смотри погоду. Ебой. А тут окон нема, я показал, но окон нема. Ни хуй нет окон, так и же я уже вижу, что ты говоришь, хлопчик. Песня вот эта, там, где люди не бывают, нехорошие, нехуйены, дядя, это бэнгер, дядя, очень сильный. Да, но у нас, видишь, что-то, блядь, наша аудитория не выкупает такие песни, ну, моя. Но я надеюсь, что этот трек мне в чем повыл. Дядя, ну, ты же понимаешь, что это все приходит, как бы, с опытом. Ты просто понимаешь, в чем прикол? Ты же по-любому, наверное, как я, западную музыку только слушаешь. Ну, да. Я же русских типов очень редко слушаю. И, как бы, оно там год-два нужно людям, чтобы понять, понял, что происходит. Ну, я думаю, они со временем выкупят, ну, да, ну, да, понял. Что, на сколько процентов завершен твой альбом? На 69, братан. Я говорю, мы вот, мы за 6 дней записали 5 треков, понял? Вот сейчас, вот сейчас будем записывать 6-й, и еще 2, и все, понял? Ты 8, 9, 8 хочешь сделать? Ну, 8 и скид тоже ебанул, понял? Давай, дядя, я тебе тоже скид ебанул. Ну, а нихуя дело, дядя, можно что-то прибилить? Чисто в обратную сторону. Типа, да, так. Обменялись с китами, понял? Exchange, моп, ладно? Там чел говорит, я слушаю Михаила Круга, видишь, пишет чел. Ну, Миша Круг царек пишет, Мониша. Я бы с кольщика сэмпл бы срезвал, понял? А, слушай, ты знаешь такого чела Бушлачева, Юри? Бушлачев? Да. Что ты знакома об этом? Охуенный Барт, пиздец, у него есть песня «Перекресток железных дорог». Это просто, блядь, убийство. Бля, пожалуйста, включи, Бушлачев гипнотизер, гипнотизер, пиздец, что за трек? А над ним скалил желтые зубы, выдающийся гипнотизер. Блядя. В отдаленном совхозе Победа был потрепан старенький сил. А при нем был Степан Грибоедов. И насилел. Более. Он справлялся с работой отлично. Был по обыкновению. Я. Ну, снова. Был человеком обычным. Вся-сякой. Водонос Грибоедов Степан. Водонос Грибоедов Степан. Пекал на танцы. Так ищу, блядь, блядь. Это трек Грибоедовский вальс, а нужен трек гипнотизер. Что-то не то, да? Что-то пошло не так. У него все в одной ритмике. Он как Мигас, только какого-то 80-го. Только русский. Он русский Мигас. А-а-а-а. Да, дядь, я, блядь, Мигасов придумал в 2013-м. Я так расстроился. Я в 2013-м году написал трек, который такой же, как Raindrops. Как это? Bad and Bougie. Типа, там у меня был первый, эй, первый, эй, сегодня я юзу первый. О, завтра я буду летать по делам, но сегодня я юзу первый. И, типа, я подумал, бля, это слишком странное дерьмо. Не буду это дерьмо выпускать. И тут в 17-м Мигасов выпускать. Raindrops. Раптоп. Смокин и хуганом. Как обокси. Я такой думал... Матан, ты же никогда не знаешь, понял? У меня с видео, знаешь, какая хуйня? Я, короче, понял. Я, допустим, снимаю видео, я пиздец с него умираю, понял? Сижу именно, смотрю, заливаю, люди, типа, не догоняют. А бывает, сниму такое, он такой думал, знаешь, пойдет. Хуйню какой-то сниму, да, они с него высаживают. Пойдет, там люди ахаха, ахахаха, понял? У меня такое же дерьмо с треками, типа, то, на что я вообще не ставлю, типа, блядь, заходит пиздец. За то, что я, блядь, с душой сижу, делаю, работаю для них, чтобы они, блядь, кайфанули. Они говорят, блядь, что это за экспериментальное говно? Где старое, блядь? Но потом, типа, через год, через год, они один хуй говорят, что вот это, то, что ты сделал год назад, это твоя лучшая работа, а все остальное говно. А потом, еще через год, они говорят то же самое, про дерьмо, которые они хейтили. Это само-самое, блядь, понимал? Так и же я вразумею, что ты говоришь. Просто я, ну, это людишки, блядишки, их нельзя понять. Их нельзя понять, я не. Типа, мне тоже заряжают, я работаю, понял, блядь, ну, тяжелый для меня самый лучший звукорежиссер, с которым я работал, понял? И он просто не позволит делать так, чтобы я в бит не попал. Встрихи слышат сниппет, блядь, да, братан, ты же в бит не попадаешь, ебаный, урод. А у меня наоборот, встрихи слышат сниппет и говорят, бля, охуенно, я выпускаю трек, бля, сниппет был лучше. Надо было, что-то, надо альбом сниппета выпустить, понял? Надо больше сниппета не выпускать, просто. Зацени, что я смотрю, дядь. Юэ, предсказательница Баба. Предсказательница Баба, мы это уже смотрели вчера, эту серию. Я не посмотрел ее вчера. Предсказательницу Баба, ты посмотрел. Что ты ты смотришь, Dragon Ball Z ты смотришь, или что? Я смотрю еще пока не Z, я смотрю самый первый Dragon Ball, который предыстория всей этой хуйни. Я Z посмотрел лет шесть назад, а я сейчас пытаюсь вникнуть, с чего все началось, и смотрю самое начало. Бля, это тяжело, это тяжело. Сейчас вышел Dragon Ball Super, там, блядь, этот Гоку стал богом вообще, нахуй, начал хуярить, пиздить богов начал. Я вообще в ахуярить. Сумасшедшие, да. Эти японцы, они сумасшедшие, братан. Вообще пизданутые, там... Я только, я только, я только, я только Наруто дочитал недавно, понял, такая... А, ты мангу читал? А что, ты мангу читал? Я пиздец мангу читал, даже люблю больше, чем комиксы, знаешь? Я, типа, комиксы, я, типа, комиксы смотрю, ой, точнее, ну, аниме смотрю только там, когда пиздилки нормальные, понял? Да, да, я поэтому и смотрю Dragon Ball, потому что там пиздилки охуенные. Да, там пиздилки пиздилки. Сейчас в инстаграме Dragon Ball голосование за лучшую пиздилку, там что-то была пиздилка в 2017 и в 2018 одних и тех же чуваков. И там, типа, топят, бля, какая пиздилка пизде была в 17, в 18. Но там, чем дальше, тем хуже, потому что графика стала слишком современная, такая, компьютерная, блядь, дохуя, не так интересно смотреть. Нет, 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 нет. Очень сильно нравится мультик Рикки Морти, дядя. Рикки Морти. Рикки Морти охуенный. Ты знаком с Эйва, я забыл? А вот особенно нужно смотреть его на английском. Отвечаю. Если на английском смотреть, то да, там более понятнее становится. Слышь, нигер, вы знакомы? Нет. Это, короче, Эйва Битс. Он сделал альбом дорого. И последний, и Пишку, тоже он... А, Люли он сделал трэс бит. Красавчик, дядь. Шатал к тебе. Играл, Брайан. Ебать у него, если все. Ну, обычно мы работаем ночью. А сейчас мы решили поработать днем. У нас нихуя не получается, и мы включили мультики. Потому что ночью только работается. Я тоже. Я на студию после четырех обычно приезжаю. Да, что-то не получается днем, бля, вообще нихуя. Просто муза, она приходит... Муза, она живая. Да, муза как телка, она, блядь, только ночью годится вообще. Главное, чтобы она не была эскортницей, понял? Главное, чтобы продлевать музу не надо было, понял? Можно продлить музу? Чисто продлевать музу, это нормальная хуйня. Не знаешь, бывает такая, на час зайдет, понял, блядь? Такая хуйня, понял? Блядь, давай всю клубнику отзывай. Всю клубнику отзывай, телефон звонит. Еще один битмарь на связи у нас тут. Нихуя себе, у нас там, блядь, драм-кружок. У нас, у нас коалиция работает. На самом деле, дядь, я пытаюсь придумать хит. Именно хитер, да? Пытаешь придумать радиохит. Я не могу, нахуй, писать об этом пусть и дерьме, у меня не получается. Ты че, блин, блядь? Ну, типа, блядь, ведь хит для радио, он должен быть максимально тупой, правильно? Он именно должен был для души, понял, дядя? Такая хуйня. Блядь, но ведь люди не бывают, что они не плохими, это и есть для души. Чтоб славянская душа, именно, знаешь, кайфовала, дядя. Ну, вон она от люли, и так кайфует. Но как сделать славянскую душу напрямую бочку, брач? Это, братан, я не знаю, у кого надо спросить, понял? Это такая хуйня. Мне кажется, надо, блядь, спросить у Джейсона Де Руло. О, Де Руло, вот это у него трек вот этот с Никки Минаж, охуенный, кстати, понял? Да, да, мне тоже понравился. И тоже, да, вроде взяли пару строк солдер и баст, ты понял? И такая вот хуйня, тупо, понял? О, Дебе, вообще лютый тип, пиздец. Бля, вообще люди забыли вутангов, потому что эти говнюки подвели, пиздец. Я думал, они всегда будут актуальны, и не будут отставать от времени. Вутанг, прикиньте, если бы вутанг выкупали, нет, если бы вутанг выкупали современные тенденции и оставались в тренде, это было бы пиздец, какого-то. Мне бы интересно было посмотреть, что сейчас тупак делает, дядя, выкупаешь, пиздец. Да, тупак сейчас кайфует, блядь. А ты че, по-любому. Но тупак кайфует в аналог истории, нигде. И знаешь, сейчас, бля, в рэпе похуй, чтоб базарить. Главное, чтоб битло качало. Поэтому, блядь, сейчас продюсеры, понял? Вот, взять даже метро, дядя. Да, да, сейчас эпоха продюсеров, реально, пиздец. Сейчас эпоха битмарей, они... Это с одной стороны хорошо, с другой такое, понял? Потому что... Нет, надо просто... Я хочу сейчас взять и, блядь, совместить эту тенденцию. Просто на пиздатый продакшн говорить пиздатые слова. Братюнь, о чем зачитать? Вот скажи мне, я напишу об этом трек. О чем зачитать, братан? О чем бы ты хотел услышать трек? Вот если бы ты ехал в тачке, и у тебя вдруг по радио заиграл мой трек, о чем бы ты хотел, чтоб он был? Люди не думают. Ну, чтоб он был на... На прямую бочку. Чтоб он был на прямую бочку, нигер. Не знаю, можешь щебануть ремикс на «Шоколадный заяц». Это было бы круто. Блядь, я не знаю даже, блядь. Ну, когда в машине хочется что-то веселое, понял? Такая хуйня, что-то такое задорное. Я просто хочу объективную тему выбрать для трека, чтобы вот это было максимально приземленно и близко слушателю русскому, украинскому, белорусскому, американскому. Блядь, я ж типа хуй его знаю. Я не понимаю людей, понимаешь? Такая хуйня. Тоже не врубаешься, да? Вообще, я не за меня, понял? Мне тяжело, блядь, в силу. Мне с ними тяжелее, чем тебе кажется, они. Спасибо, у людей. Дерьмище село, поэтому наша замечательная... Блядь, подожди. А ты тоже под собой не шел? Да, да. Так, короче, транса с Кифстонером прервалась, потому что у меня село вот это вот дерьмо. Но у нас был такой хороший стрим, реально. Мы так по душам разговорились. Брачо, короче, если ты меня видишь, знай, что все испортилось просто потому, что у меня сел телефон. Ужасно. Я прям расстроился. Потому что ненавижу, когда вот так вот на пол беседы все срывается, что за лагерь. Да сел телефон, видишь, блядь, пиздец, ебаный айфон. Я не понимаю, какого хуйня так мало держит батарейку. В общем, что я вам могу сказать. Ребята, мне очень понравилось, как вы приняли EP, реально. Видос с огнем тоже неплохой. Очень много хороших видео вы мне отправили с конкурса. Поэтому я думаю, что нам нужно будет все-таки какое-то еще голосование устроить среди лучших работ. Короче, среди лучших работ нам нужно устроить голосование и выбрать самую лучшую. Потому что я один не смогу принять это решение. Так что я думаю, что в ближайшее время у нас появится голосование. Возможно, конкурс чуть-чуть продлится. Так что те из вас, кто не успел что-то сделать, смогут что-то сделать. И надеюсь, что помимо наушников, я думаю, что нужно добавить еще какой-нибудь приз. Потому что ваши работы реально классные и достойные того, чтобы заморочиться. Так я с другого уже и веду свою трансляцию. Есть еще один телефон. Который, по-моему, сел на веки вечные. Кстати, я не знаю, где он. Его, да, я и говорю, сел на веки вечные. Надо его оживить, реанимировать. Каким образом? Если он дарит зарядку, то они работают. Надо его отнести. И в ремонт, да. Она превратилась в человека. Сейчас посмотрим, кто там стучится к нам. Что за хуйня? Я не понимаю, что это за дебилизм. Просто смотрите, что это за жесть. Кто превратился? Вот это вот существо. Которое сейчас хуйня, что исполняет. Соедини люли и делай как надо. Будет хит. Что? Чёрный тефест, говорят. Вы чё, пизданули совсем? Чёрный тефест. Я всё жду пока, где что-нибудь интересное. Привет в Украину обратно. Я? У тебя, батя, русский, да, говорят? Нет, у меня батя не... Чёрный, 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 как ночь. Бля, Жак, ты деградируешь. Учитывая тот факт, что ты поставил знак вопроса в конце этого предложения и после, бля, не поставил запятую и Жак написал с маленькой буквы, то ты деградировал настолько, что бесполезно тебе даже отвечать на этот вопрос. Бедняга. Братан, запятая, ты свой язык знаешь? Знаю, я же на нём с тобой разговариваю. Из Чечни плотный салам. Салам обратно в Чечню. Бам! Саламу алейкум, алейкум асалам, братишка. Сарла, салам. Привет из ЕГБ, Екатеринбург, салют. Мне тоже так давно не хватало салютов с Екатеринбурга. Жак, как тебе видеоработы наши? Извини, я, возможно, пропустил твой ответ. Да, ты именно так и сделал. Ты пропустил ответ на этот вопрос. Ебать, ты круглый, говорит Кичел, что это значит? Да, наверное, он имел в виду, что у меня круглый ебальник. Но вообще я не считаю так. Если я и круглый, то только отличник. Мафака. Жак, есть какой-то варик к тебе на фит залететь? Делать пиздатый дерьмо. Салют, приезжай ко мне в гости тогда. Блядь, у меня нет ключей, чтобы открыть дверь. А кто хочет приехать? Федя. Да, но он мог бы пересечься с девчонками, забрать у них ключи и приехать к нам. Йоу, Федь, я тебя вижу, да. Я думаю о том, как сделать так, чтобы ты мог приехать ко мне, потому что малышка уехала с ключами на занятия. Федя. Я тебе объясню. Сейчас. Короче. Тебе нужно. Ты на тачке? Сейчас я тебе скину адрес, куда тебе нужно приехать. НИЖНИЕ. Ты, бля, хочешь, чтобы там толпа малолеток собрала? Зачем? Я ему отправляю адрес девчонок. Он к ним приедет, они дадут ему ключи и сами ему скажут адрес, куда ехать ко мне. Да, Соня на студии, правильно. Она поехала работать. Но она уехала туда сегодня без меня, потому что я болею. Повторюсь, у меня 39 температуры и мне надо готовить хиты. Вот я тебе написал, Федь, я написал прямо сюда, в конфу адрес. Прямо под твоим предыдущим сообщением. Полистай чуть-чуть. Спасибо большое, ребята, за вашу поддержку. И давай им приценим какое-нибудь битло, может. Мы можем приценить то, что еще скоро выйдет. Да. Так скоро. Эй, вот теперь занялся своим проектом. Его девушка тоже читает рэп. Это еще пока только наброс. Дом там, где моя семья. Дом там, где моя семья. Дом там, где моя... Музыка меня лечит, ребята, привет в Данянске, брат